Привет, привет! С вами канал Зелёный Огород. Меня зовут Елена. Сегодня я хочу продолжить обзор, как я ухаживаю за своей петунией. И вот некоторые сорта уже готовы к пикировке, а некоторые совсем маленькие. Поэтому часть сегодня я уже буду пикировать. И как это делать, я вам покажу. Хочу вам показать петунию, как она выглядит сегодня 24 февраля. Вот, например, Ангора F1. Вот так она великолепно выглядит. Вот так вот она потом будет выглядеть у меня летом. И сегодня я её буду пикировать. А вот так вот выглядит рассада, которую мы садили в торфяные таблетки. У ней тоже уже пошёл четвёртый листик. Это Валентина. И сегодня я её тоже покажу, как пикировать из торфяных таблеток. А вот некоторые, например, такой, как сорт Бостон. Посмотрите, только-только-только начал выходить первый листочек. Всё зависит от сорта. Как вы видите, у меня довольно здесь много посажено, но все они развиваются по-разному. Сорта разные и срок разный. Ну что ж, а теперь приступим к пикированию. Первое, что я делаю, я приобретаю вот такие стаканчики. У них здесь ещё есть ободочек. Я его всегда обрезаю. Тогда в контейнер входит их больше. Сейчас я покажу. И обязательно делаю дренажные отверстия. Но не просто мелкие прорези, а обязательно кругленькие, чтобы отток воды был хороший. Иначе, если будет просто прорезь, может потом затянуть. И вода не будет отходить. Я в него насыпаю керамзит. Буквально сантиметра полтора. Теперь я беру грунт. Грунт лёгкий, рыхлый, чтобы хорошо и воздух проходил, и влага хорошо проходила. Я насыпала грунт. Сейчас я беру подготовленную талую воду. И в неё я добавила укоренитель. Я так делаю всегда, чтобы наша рассада лучше себя чувствовала. Воды наливаю немного, чтобы из дренажного отверстия она не вытекала. Теперь я беру... Ну вот у меня есть такие лопаточки. Вы можете брать любой другой предмет. И делайте небольшую ямочку. Всё, ямочку я сделала. Теперь я беру вилку и вилочкой подцепляю нашу рассаду. Ну вот у меня здесь три подцепилось. Один из них я аккуратненько, аккуратненько отделяю. Теперь я кладу его в нашу ямку и заглубляю до семидольных листочков. Теперь нужно обязательно, аккуратно... Лучше всего это сделать... Вот я делаю лопаткой. Я как бы корешок обжимаю. Я от края стаканчика делаю вот такие движения. И теперь у нас корешок обжался. Там нет пустот. И он соприкасается с грунтом. Мы возьмём вермикулит. И сверху я присыпаю вермикулитом. Вот что получилось. Здесь пока ещё земли нет. Я её потом буду тихонечко-тихонечко досыпать по мере роста моей рассады. Потом я это вам всё буду показывать. Ну а сейчас я покажу, как я пересаживаю петунью из торфяных таблеток. Сейчас мы будем с вами высаживать петунью из торфяных таблеток. Но прежде нужно их пролить, чтобы грунт не был сухим. Иначе, когда... Я всегда снимаю вот эту рубашечку, потом покажу вам. Иначе, если нам не пролить, то потом рубашечку снимем и грунт в руках весь рассыплется. Поэтому я сначала проливаю, чтобы была влажная земля. Так, для торфяных таблеточек я земли насыпаю меньше. Учитываю высоту самой таблетки. Так, теперь беру воду с ускорителем, с укоренителем. Проливаю. Так, теперь я беру нашу таблеточку. Вот как она выглядит, красивенькая такая. И убираю аккуратно нашу рубашку. В рубашке я никогда не сажу. Вот такой он у нас красивенький. И ставим его в стаканчик. А теперь аккуратно досыпаю грунт до верха стакана. Пока он у нас не прикроет эту таблеточку. Так, я заглубила до семидольных листочков. Выше не нужно. Вот так вот. Теперь я беру, чуть-чуть проливаю. Немного, так как мы уже поливали сами таблетки. Грунт поливали. Буквально чуть-чуть увлажняю сверху. И точно так же присыпаю вермикулитом. Чтобы защитить наши молодые сходы от различных заболеваний. И вот так вот мы поступаем со всей рассадой, которая находится в таблетках и которая росла просто в грунте. Ну вот, я пропикировала все сеянцы, которые уже имели по 3-4 листочка. Не забудьте подписать стаканчики, какой сорт у вас там сидит, чтобы потом не запутаться. Что нужно делать дальше? Нужно обязательно аккуратно рыхлить землю, когда она чуть подсыхает, чтобы был доступ воздуха к корешкам. Нужно поливать, поливать умеренно. Нужно подкармливать комплексным удобрением 1 раз в 2 недели. Можно корневое подкармливание делать и можно делать вне корневое, то есть по листу. Удобрение выбирайте сами, которым вы больше любите пользоваться. Также сейчас вот эти вот наши пропикированные стаканчики нужно поставить в теплое место, в светлое место, температура 18-20, выше ни к чему. И обязательно их досвечивать пока еще у нас февраль и до середины марта, потому что пока еще все-таки темновато для растений. Нужно обязательно их досвечивать, чтобы они хорошо развивались. Высаживать в грунт мы будем питунью, когда уже минует угроза заморозков. Но я вам еще потом покажу мою рассаду, как она будет выглядеть. Ну что ж, а теперь, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!